Добрый вечер! Вы смотрите первую программу о жизни Оренбургской епархии. Сегодня расскажем, почему женщина в храме должна быть одета в платье или юбку, смоет ли крещенская вода все грехи и от чего плохой священник хуже плохого врача. Но вначале о радостном и приятном, о главном рождественском празднике. Рождество Христово должно запомниться радостью для всех детей. Так решили в Оренбургской епархии. Вот уже второй год митрополия радует православных архиерейской рождественской елкой. Традиция эта, правда, не новая. Такие большие благотворительные праздники церковь устраивала еще до революции. Как правило, гостями архиерейской елки и тогда и сейчас становятся дети из небогатых семей, которым этот праздник особенно нужен. Конечно, эта елка тоже не обошлась без Деда Мороза и Снегурочки, веселых скоморохов и игр. Но все же она отличалась от сотен других детских праздников. Отличалась тем, что каждый из 700 маленьких гостей точно знал. Елка не новогодняя, а рождественская. Это обозначает, что день рождения Существа Христа. И каждый может загадать свое желание, потому что засветила Существенская звезда. Православная вера объединила всех участников архиерейской елки. Каждый говорил, без Бога в сердце не смог бы жить. Например, Ольга Матвеева. Пока остальные гости водили хороводы вокруг зеленой красавицы, она сидела чуть поодаль. Детские церебральные параличи не дают ее сыну бегать вместе с другими детьми. Но даже посмотреть на торжество для Степана большая радость. А для Ольги праздник Атриимбургской епархии – лишнее напоминание. Бог не оставит ее семью. Без любви, без Бога это никак не получится, потому что много в детей любви надо вкладывать в терпение. Также с верой в душе семья Миляшевых стала многодетной. Супруги из Новосергиевки вырастили двоих родных детей, и решили поднимать еще пятерых приемных. Ну, конечно, сейчас финансы – это не последняя роль, но а что с одним ребенком? Это же вообще, это никак. А они вот нам говорят, как вы там с ними справляетесь? Они уже сами друг подружки, друг за другом, всем помогают. И даже как к окружающему уже идут в помощь. Архиерейская елка – праздник благотворительный для детей из многодетных и малоимущих семей. В Оренбургской епархии помогать этим ребятам и их родителям стараются круглый год. Ведь подчас большая семья имеет совсем небольшие доходы. Мы посещаем детские дома, и вот такое мое наблюдение. Вот сейчас в сегодняшних детских домах, в принципе, есть все. Но нет самого главного, конечно, родителей. Здесь вот как бы наоборот, есть родители, но дети здесь живут, конечно, очень-очень-очень бедно. И поскольку я имею прямое к этому отношение, и бываю в таких семьях, и, конечно, я реально просто удивлен вот такой непростой ситуацией. Мне кажется, вот этим детям нам надо помогать. Ну, а тем более вот в такие праздники. Устроить большой детский праздник решили буквально всем миром. За два месяца в епархии организовали буквально все – от представления до открыток. Открыточка на память о таком великом событии. И здесь написаны слова. Сегодня праздник у всех на устах. Сегодня рождение Иисуса Христа. Прими конфеток от Бога, мешочек. Тебя поздравляем, наш милый дружочек. И эта открыточка создана тоже руками детей. Больше 700 мешочков конфет тоже купили на деньги благотворителей. Вообще, к созданию этого доброго вечера приложили руку многие люди. От неравнодушных прихожан, которые помогли небольшими пожертвованиями, до правительства области, которое помогло с организацией большой сказки. В чем очень важен праздник Рождества? Он всегда связан с многовековыми православными традициями взаимопомощи. Взаимопомощи с соседям, друзьям, дарение друг другу радости, дарение друг другу чего-то хорошего. И поэтому мы считаем необходимым вот такое соработничество с Оренбургской епархией. Игры, конкурсы, сказочный спектакль, подарки, архиерейская елка стала не просто одной из площадок для отдыха, но главным рождественским праздником – старой, когда-то утерянной традицией, которую сумели возродить в Оренбургской области. Исторически и до революции были так называемые архиерейские елки. Мы возрождаем добрую традицию. Мы постарались сделать вот такую рождественскую радость, радость хорошему Господу, чтобы это им запомнилось надолго, чтобы они в следующий год тоже ждали этого времени. И снова мы встретились и не только в здании филармонии, но и в храмах Божьих, потому что это наши будущие прихожане, наша смена. И я думаю, что это очень хорошая традиция. Совсем скоро нас ждет Крещение Господне. И, пожалуй, трудно найти какой-то другой православный праздник, вокруг которого было бы больше суеверий и странных народных традиций. Чего стоит только поверье, будто вода становится святой из-за неких ионов серебра. Об этом есть даже старый анекдот-вопрос. Итак, подсчитайте, сколько ионов серебра содержится в литре крещенской воды, если освящение проводилось в Волге, где ширина реки достигает километра, глубина – 10 метров, а крест, которому батюшка освящал воду – деревянный. Православные люди, конечно, посмеиваются и над этой байкой, и над другими псевдотрадициями. А вот как правильно нужно обращаться со святой водой и правильно отмечать Крещение, расскажем прямо сейчас. Крещение Господне или Богоявление – большой праздник для православных. Его история начинается с библейских времен, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан и тем самым взял на себя ответственность исполнить свою миссию. Ежегодно Богоявление празднуют 19 января. В этот день и накануне священники совершают великое водоосвящение. Тогда освящают воду в храмах и купелях. Важно понимать, купание в ледяной воде в этот день – всего лишь традиция. Грехи оно не смоет и исповедь точно не заменит. А вот излечить недуги действительно может. Православные знают множество примеров, когда крещенская вода помогала больным. Правда, нужно понимать – это не микстура, а святыня. И помочь она может только если в душе человека есть вера, а живет он по заповедям Божьим. Вообще, святая вода у православных должна быть обязательно. По правилам ее употребляют натощак после утренней молитвы. Хранить святыню нужно почтительно. За иконы они в холодильнике или погребе. Выливать воду в канализацию или на землю нельзя, потому что это считается неуважением к святыне. Куда идет православный человек, когда ему плохо? Скорее всего, в церковь. Уж почти наверняка за советом в сложной ситуации он обратится к батюшке. Ведь традиционно священники на Руси были и наставниками, и советчиками, и врачами, и учителями. Но в последние десятилетия батюшки не так доступны для прихожан. Причина очень простая – священников в Оренбургской области просто не хватает. Об этом говорит и митрополит Оренбургский Саракташский Вениамин. В эксклюзивном интервью нашей программе он объяснил, какое положение дел на сегодняшний день и, главное, какими он хочет видеть своих подчиненных. Епархия Оренбургская равняется таким областям, как Тульская, как, допустим, Владимирская, как Тамбовская, по количеству и населения, даже больше по площади. Что у нас? Здесь прошел страшный каток безбожия. До 90-го года было 12 храмов. Шесть храмов в городах, шесть городов. Верующих в шести городах имели свой храм и шесть в селах. И духовенства, конечно, очень немного. Но фактически сейчас, вот этих 25 лет, делается все, чтобы по-новому, если не крестить народ, то воцерковлять народ. И еще эта проблема будет очень долго решаться. Вот представьте себе, на той территории, которой является Оренбургская епархия, проживает миллион, кому 70 тысяч человек. Это население Рязанской области. На миллион 70 тысяч человек, это сейчас, и то, что я рукоположил, на месте 140 человек духовенства. Но на эту же территорию, допустим, в Рязанской области, в Рязанской метрополии, более 500 человек. Без монаши своих. Это те люди, которые живут в монастырях. Вот скажите, какая будет духовная отдача, где больше, в нас или там? Да, естественно. Потому что каждому человеку наше время, время сложное, надо уделить внимание. У нас постоянно проблемы. Это качизаторская работа, миссионерская работа, просветительская работа. Масса-масса всяких у нас священников-конокуток. И, естественно, когда их мало, они, довольно-таки, им сложно. Хотя иногда могли бы мы больше делать. Это тоже нельзя от этого отказываться. Священника подготовка не так, как подготовка какого-то химика, физика или еще в какой-то университете. Пришли, ослушали, получили диплом. Священник – это как врач. Вы знаете, священник, если не подготовлен, он может столько вреда нанести, что не приведи Господи. Это штучный, будем говорить, штучный студент. Каждого надо парлировать, воспитывать, давать ему особое, чтобы он был лидером, чтобы он был отцом, чтобы он был милосердный, чтобы он любил людей. Интересная штука. Почти все выберут на собеседование деловой костюм, а в театр вряд ли кто-то наденет джинсы. Но при этом многие люди сомневаются, в чем же прилично прийти в храм. Именно об этом вопрос Ирины из города Оренбурга. Ответить Ирине и заодно посоветовать всем нашим телезрителям. Согласился Игумен Варнава. Слышала, что женщины в церкви должны соблюдать своеобразный дресс-код, обязательно надевать юбку, покрывать голову. Объясните, пожалуйста, почему? Бог сотворил мужчину и женщину. Он так устроил премудро, по своей благости, что не все рождаются одинаковыми. Есть понятие «пол». Пол – это фундаментальное понятие человечества, которое нельзя изменить, которое никогда не исчезнет до самого окончания. И женщины и мужчины отличаются. Можно же посмотреть, по-разному одевается, например, дипломат или, скажем, человек на пляже. Несравнимо. Если мы смешаем эти понятия, если дипломат оденет нечто неподобающее, я думаю, что это будет последний день его работы, наверное, на дипломатическом поприще. А естественно, что и женщина, у нее особое одеяние, так как она иная. И мужчины свое особое одеяние. И есть такие слова в Священном Писании, что когда мужчина одевает на себя женскую одежду, а женщина на себя мужскую, это мерзость пред Богом. Господь открывает нам, что это не есть хорошо. Это нехорошо. И вот тут уже нам остается либо следовать этому, либо не следовать. А церковь – это проекция Царствия Божия на землю, если вот так вот выразиться. Это максимально приближенное к Царствию Божьему место. Но, естественно, мы должны там максимально себя, максимально соответствовать заповедям Божьим. Ну, соответственно, не только во внутреннем, но и во внешнем. Конечно, сейчас человечество настолько далеко уже отошло от Божьих заповедей, что, увы, это кажется уже странным. Но Церковь, она свидетельствует об истине. Она не принуждает человека, но свидетельствует. И, конечно, она говорит, что если вы женщина, то приходите в платке с покрытой головой и в юбке. Свои вопросы вы всегда можете задать по телефону 97 96 85 или отправить на электронную почту, адрес сейчас на экране. Главное, помните, церковь всегда рядом, рядом с теми, кто в ней нуждается. А мы прощаемся и увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok